Начнем с самой что ни на есть земной темы. Задачей государственной важности считает Александр Лукашенко мелиорацию. Каждый клочок земли должен быть использован во благо. Этой теме была посвящена рабочая поездка президента в конце недели. А местом для разговора была выбрана площадка предприятия МКДОРКС. Это единственный в Беларуси производитель мелиоративных машин-экскаваторов. Но ожидаемо вышли за рамки вопросов повестки. Точки на дыр, оставленные в ценовом регулировании кадровой политики, были и сигналы хитрым бизнесменам. Попросим нашего политического обозревателя Наталью Бреус поделиться впечатлениями. Наташ, насколько успешно получается взять землю в оборот? Коллеги, если б только мелиорация. Конечно, ей надо заниматься. Теряем огромные площади, тысячи гектаров. Но важно не просто отвоевать землю у природы. Важно, чтобы на земле был порядок. Даже если эти элементарные усилия, такие как разобраться с заброшенными участками и пустующими фермами, на 100 тысяч тонн утяжелят национальный каравай в итоге, ну разве это лишнее? Мною принято настоятельное решение, железное решение о том, что нам надо мелиорацию усиливать. И даже сегодня вопрос надо ставить шире. Это не только мелиорация. Это культура земледелия. Конечно, мелиорация – это основное звено. Это основное звено. Как бы ни было тяжело, 2-3 года мы должны реализовать те планы, которые мы когда-то наметили на 10 лет. Мы их не выполнили, не выполняем и в этом году. Но я получил заверение правительства и лично вице-премьера, что на этот год запланированные площади к мелиорации будут выполнены. С этой мысли начал президент республиканский семинар совещания. И все сразу стало на свои места. Ну, казалось бы, чего так бьется Лукашенко за то, чтобы землю своевременно осушали, не давали зарастать хмызняком? Других забот, что ли, мало? Просто в голове у лидера сложился образ будущего. На селе должны жить не хуже, чем в городе. И не только потому, что там наши корни. Деревня должна преображаться. Тогда и люди не убегут. Наоборот, останутся. Останутся, если будет комфорт, условия и работа. Тем более, Наташа, насколько мы знаем, Беларусь – это из немногих стран, которая не разбазарила советское наследие, сохранив в том числе и мелиоративный комплекс. Да, начинать с нуля не нужно. Но нужно поднапрячься. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто? Пронизывали такие риторические вопросы весь разговор. А вот совсем не риторический вопрос – финансирование. Без денег в регионах не останутся, но и сами предприятия должны отщепнуть. Сегодня открылся колоссальный рынок. Как никогда. Российской Федерации. И сегодня мы замахнулись на 8 миллиардов экспорта. 8 миллиардов долларов. Значит, деньги можно заработать. Ну и во-вторых, ребята, ну вы же эти земли сельскохозяйственные будете с нашей помощью осваивать для того, чтобы эти проекты окупить потом. Поэтому мы профинансируем вас в какой-то доле. Но и вы должны в этом поучаствовать. Пусть это будет 2 копейки. Но обязательно должны вложиться сельскохозяйственные предприятия, чтобы ценили. Однако мы все знаем, порой сколько денег не дает, толку не будет, если не подходить с умом. Критика за бесхозяйственность и приписки звучала. Лишних денег нет. Прикладывать усилия и вкладываться придется всей стране. Полмиллиона гектар, вы представляете? Если бы мы сегодня имели эти полмиллиона и к ним животноводство, мы бы не 8 миллиардов долларов говорили, мы бы говорили о 15. В фокусе президента, как всегда, проблемы. Не помогает возвращать земли в сельхозоборот уровень износа миллиардативной техники. Особенно остро это чувствуется в Витебской и Могилевской областях. Поручение провести ревизию, все просчитать и по работам, и по машинам. Есть ли свои такие в стране? Это уже полдела. Амкадор взялся за их производство и не жалеет. Наши все могут сделать, Александр Александрович. Уровень подготовки наших специалистов, я имею в виду и образование, которое имеют белорусы, и желание, оно феноменальное. Мы можем абсолютно все сделать. Холдингу есть чем похвастаться. Линейка техники широкая. Максимально уходят от импорта в машинах. Заниматься миллиардативными выгодно. Сегодня на заводе в Толочинском районе даже нужны рабочие руки. Вот видишь, не потеряли два этих предприятия. Люди благодарны. Я вижу тут перспективу. Особенно вот дай жилье людям, чтобы удобства были нормальные. Они будут с удовольствием работать. Надо развивать это направление. Это денежное направление. Экономически выгодное. Это спасение этих территорий, скажем так. А отсюда оно и всему будет развиваться. Что касается жилья. Не первый раз возвращается президент к теме удешевления строительства домов на селе. Тем более под рукой есть лесные ресурсы. Под боком у Амкадоров Коханова решили затеять такое производство по возведению деревянных домов. Перспективный инвестпроект, но поддержит тех, кто, как говорится, без фиги в кармане. Дома надо строить. Если этот проект нормальный, значит, надо его проинвестировать и построить. Проект, по-моему, россияне что-то делают подобное. Делают подобное россияне. И к нам хотели заходить литовцы с этим проектом. Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили. Мы знаем это. И сейчас, не хочу называть предприятие, уже мне сигнализируют, что одни сбежали финны, а литовцы бегают ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот, они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано. Вот и все. Президент не жестит. Просто все должно быть по справедливости. И в бизнесе, и в жизни, и в магазине. Кстати, о ценах. Тут не надо раскачивать лодку. Узил возможных правовых коллизий президент разрубил одним махом. Она не противоречит постановлению. Директива касалась немедленной заморозки цен до того, как будет принято постановление правительства. Постановление правительства принято, директива исполнена. Дальше действует постановление правительства, которое ввело систему ценообразования. Вот и все. Нет нужды в директиве. Она исполнена. Зависит ли порой исход дела или воплощение задуманного в жизнь от исполнителей? Несомненно. Журналистская чуйка подсказывает, кадрами займутся вплотную. Единственное, что я вот и требую постоянно, дисциплина и порядок. Дисциплина и порядок и система. Есть система, она должна работать и она должна быть дисциплинирована и в порядке. Вот я это требую от губернаторов, членов правительства и всех подчиненных. Может быть, универсального рецепта успеха для госуправленцев нет, но президент дает совет тем, кто боится сбиться с пути. Делайте свое дело. Первое. Второе. Экономика – это наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны. Их просто не будет. Поэтому я порой очень жестко ставлю некоторые задачи. Такая принципиальная риторика звучит не потому, что президент решил всех разнести и эффектно завершить рабочую неделю. Просто если по-народному, нет времени на медленные танцы, время действовать и по мелиорации в том числе. Ну что ж, в ритме дальше будем двигаться и мы. Спасибо, Наташа. Это была наш политический обозреватель Наталья Бреус.